Ледоход на Лене благополучно достиг территории Намского района, но вместе с тем появились проблемы на реке Алдан. Сегодня проблемные участки осмотрела межведомственная группа КЧС. Подробнее об этом далее. Ледоход на Лене благополучно достиг территории Намского улуса. Близ города Якутска наблюдается равномерный густой ледоход. По картинке видно, что воды в этом году гораздо меньше обычного. Повсеместно наблюдаются песчаные косы и забереги. Нижняя кромка по реке Лена находится между Соттинской нефтевазой и островами Селях. Самый главный опасный участок около острова Селях. Он полностью разрушенный, лед битый. И повсеместно по реке Лена до песчаной горы очень большие забереги и очень большие разбоги. Таким образом, можно сказать, что активная фаза ледохода в настоящий момент идет в Намском улусе. Район находится в полной боевой готовности. С сегодняшнего дня производится отгон скота с поймы реки Лена. В каждом администрации района организовано круглосуточное дежурство сотрудников администрации. ЭТДС находится в усиленном режиме несения службы. А вот на реке Алдан, буквально в 10 километрах от Устья, лед встал. Но специалисты не отметили заторных явлений и сообщают, что остановка связана опять-таки с низкими уровнями. Тем не менее, в селе Дыгдал у Селданского улуса вода, хоть и понемногу, но начала прибывать. Это 50 километров до Устья остается. Уровни пока там повышаются. В ближайшие сутки при достижении критических отметок может наблюдаться выход воды на пойму и подтопление пойменной части населенных пунктов. Так что спасатели уже начали готовить взрывчатку. В случае крайнего подхода воды к селу будут проводиться взрывные работы. Виталий Абрамов, НБК Саха, Намский, Усть-Алданский, Улусы.